Тяжелый дым Плоский юноша в пенсне, поблескивающем среди полумрака А Дурманиной, хорошо знакомым ему томительным протяжным чувством Он лежал и смотрел и прищуривался И любая продольная черта, перекладина, тень перекладина Обращались в морской горизонт или в кайму далекого берега Как только глаз научился механизму этих метаморфоз Они стали происходить сами по себе Как продолжают за спиной чудотворцы зря оживать камушки И теперь то в одном, то в другом месте комнатного космоса Складывалась вдруг и углублялась мнимая перспектива Графический мираж, обольстительный своей прозрачностью и пустынностью Полоса воды, скажем, и черный мыс с маленьким силуэтом арукарии Из глубины соседней гостиной, отделенной от его комнаты раздвижными дверьми Сквозь слепое зыбкое стекло, которых горел рассыпанный по зыбе желтый блеск тамошней лампы А пониже сквозил, как в глубокой воде расплывчато темный прислон стула Ставим его так ввиду поползновения дверей медленно с содроганием разъезжаться Слышался по временам невнятный и малословный разговор Там, должно быть, на дальней атаманке Сидела сестра со своим знакомым И, судя по таинственным паузам, разрешавшимся, наконец, покашливанием Или нежно-вопросительным смешком, они целовались Были еще звуки с улицы Завивался вверх, как легкий столб, шум автомобиля Венчаясь гудком на перекрестке Или, наоборот, начиналась с гудка и проносилась дребезжанием В котором принимала посильное участие дрожь дверей И как сквозь медузу проходит свет воды И каждое ее колебание Так все проникало через него И ощущение этой текучести Преображалось в подобие ясновидения Лежа плашмя на кушетке, относимой вбок течением теней Он вместе с тем сопутствовал далеким прохожим И воображал то панель у самых глаз С дотошной отчетливостью, с какой видит ее собака То рисунок голых ветвей На не совсем еще бескрасочном небе То чередование витрин, куклу-парикмахера Анатомически не более развитую, чем дамы-червей Рамочный магазин с вересковыми пейзажами И неизбежная незнакомка с сены Столь популярной в Берлине Среди многочисленных портретов главы государства Магазин-ламп, где все они горят И невольно спрашиваешь себе, какая же из них там Своя, обиходная Он спохватился, лежа мумией в темноте Что получается неловко Сестра, может быть, думает, что его нет дома Но двинуться было неимоверно трудно Трудно, ибо сейчас форма его существа Совершенно лишилась отличительных примет И устойчивых границ Его рукой мог быть, например, переулок По ту сторону дома А позвоночником хриптообразная туча Через все небо С холодком звезд на востоке Неполосатая темнота в комнате Не освещенное золотою зыбью ночное море В которое преобразилось стекло дверей Не давали ему верного способа Отмерить и отмежевать самого себя И он только тогда отыскал этот способ, когда проворным чувствилищем вдруг повернувшегося во рту языка Бросившегося, как бы с просонья проверить, все ли благополучно Нащупал инородную мягкость застрявшего в зубах говяжьего волоконца И заодно подумал, сколько уже раз в продолжении двадцатилетней жизни Менялась эта невидимая, но осязаемая обстановка зубов К которой язык привыкал, пока не выпадала пломба Оставляя за собой пропасть, которая со временем заполнялась вновь Понуждаемый не столько откровенной тишиной за дверьми, сколько желанием найти что-нибудь остренькое для подмоги одинокому слепому работнику Он, наконец, потянулся, приподнялся и, засветив лампу на столе, полностью восстановил свой телесный образ Он увидел и ощутил себя Пенсные черные усики, нечистые кожи на лбу С тем омерзением, которое я всегда испытывал, когда на минуту возвращался к себе и в себя Из томного тумана, предвещавшего Что? Какой образ примет, наконец, мучительные силы, раздражающие душу? Откуда оно взялось, это растущее во мне? Мой день был такой, как всегда Университет, библиотека Но по мокрой крыше трактира на краю пустыря, когда с поручением отца пришлось переть Косиповым Слался отяжелевший от сырости сытый сонный дым из трубы Не хотел подняться, не хотел отделиться от милого тлена И тогда-то именно екнуло в груди Тогда-то На столе лоснилась клеенчатая тетрадь И рядом валялся на пегом от клякс Бивари бритвенный ножичек с каемкой ржавчины вокруг отверстий Кроме того, лампа освещала английскую булавку Он ее разогнул и острием, следуя несколько суетливым указаниям языка, извлек волоконца, проглотил лучше всяких явств После чего язык, довольный, улегся Вдруг сквозь зыбкое стекло дверей появилась приложенная извне русалочья рука Затем половины судорожно раздвинулись и просунулась кудлатая голова сестры Гришенька, сказала она, пожалуйста, будь ангел, достань папиросу папы Он ничего не ответил И она совсем сузила яркие щели мохнатых глаз Очень плохо видела без своих роговых очков, стараясь рассмотреть неспитливым Достань, Гришенька, повторила она еще просительной, ну сделай это Я не хочу к нему ходить после вчерашнего Я, может быть, тоже не хочу, сказал он Скоренько, нежно произнесла сестра, а, Гришенька? Хорошо, отстань, сказал он наконец И бережно воссоединив дверные половины, она растворилась в стекле Он опять подвинулся к освещенному столу с надеждой, вспомнив, что куда-то засунул забытую однажды приятелем коробочку папирос Теперь уже не видно было блестящей булавки А клеенчатая тетрадь лежала иначе, полураскрывшись, как человек меняет положение во сне Кажется, между книгами Полки тянулись сразу над столом, свет лампы добирался до корешков Тут был и случайный хлам, больше всего И учебники по политической экономии Я хотел совсем другое, но отец настоял на своем Были и любимые в разное время потрафившие душе книги Шатер и Сестра моя жизнь Вечер у Клэр и Балграфа Доржеля Защита Лужина и Двенадцать стульев Гофман и Геллерлин, Боротынский и Старый Русский Бедекер Он почувствовал уже не первый нежный таинственный толчок в душе И замер, прислушиваясь, не повторится ли Душа была напряжена до крайности Мысли затмевались И придя в себя, он не сразу вспомнил, почему стоит у стола и трогает книги Бело-синяя картонная коробочка, засунутая между Зомбартом и Достоевским Оказалась пустой По-видимому, не отвертеться Была, впрочем, еще одна возможность Вяло и почти беззвучно волоча ноги в ветхих ночных туфлях и неподтянутых штанах Он из своей комнаты переместился в прихожую и там нащупал свет На подзеркальнике около щегольской бежевой кепки гостя остался мягкий мятый кусок бумаги Оболочка освобожденных роз Он пошарил в пальто отца, проникая брезгливыми пальцами в бесчувственный мир чужого кармана Но не нашел в нем тех запасных папирос, которые надеялся добыть, зная тяжеловатую отцовскую предусмотрительность Ничего не поделаешь, надо к нему Но тут, то есть в каком-то неопределенном месте сомнамбулического его маршрута Он снова попал в полосу тумана И на этот раз возобновившиеся толчки в душе были так властны А главное, настолько живее всех внешних восприятий Что он не тотчас и не вполне признал собою, своим пределом и обликом Сутуловатого юношу с бледной небритой щекой и красным ухом, бесшумно проплывшего в зеркале Догнав себя, он вошел в столовую Там, у стола, накрытого давно опочившей прислугой к вечернему чаю, сидел отец И одним пальцем шурша в черной с проседью бороде, а в пальцах другой руки держа на отлете заупругие зажимчики пенсне Изучал большой рвущийся на сгибах план Берлина На днях произошел страстный русского порядка спор у знакомых о том, как ближе пройти от такой-то до такой-то улицы По которым, впрочем, никто из споривших никогда не хаживал И теперь, судя по удивленно недовольному выражению на склоненном лице отца с двумя розовыми восьмерками по бокам носа Выяснилось, что он был тогда неправ «Что тебе?» — спросил он, вскинув глазом на сына «Может быть, с тайной надеждой, что я сяду, сниму попону, с чайника налью себе, ему?» «Папирос?» — продолжал он тем же вопросительным тоном, уловив направление взгляда сына, который было зашел за его спину, чтобы достать коробку, стоявшую около его прибора Но отец уже передавал ее слева направо, так что случилась заминка «Он ушел?» — задал он третий вопрос «Нет», — сказал сын, забрав горсть шелковистых папирос Выходя из столовой, он еще заметил, как отец всем корпусом повернулся на стуле к стенным часам С таким видом, будто они сказали что-то, а потом начал поворачиваться обратно Но тут дверь закрылась, я не досмотрел Я не досмотрел мне не до этого Но и это, и давешние морские дали, и маленькое горящее лицо сестры И невнятный гул круглой прозрачной ночи Все, по-видимому, помогало образоваться тому, что сейчас наконец определилось Страшно ясно, словно душа озарилась бесшумным взрывом Мелькнуло будущее воспоминание Мелькнула мысль, что точно так же, как теперь иногда вспоминается манера покойной матери При слишком громких за столом ссорах делать плачущее лицо и хвататься за висок Вспоминать придется когда-нибудь с беспощадной, непоправимой остротой Обиженные плечи отца, сидящего за рваной картой Мрачного, в теплой домашней куртке, обсыпанной пеплом и перхостью И все это животворно смешалось с сегодняшним впечатлением От синего дыма, льнувшего к желтым листьям на мокрой крыше Помеж дверей невидимые жадные пальцы отняли у него то, что он держал И вот снова он лежал на кушетке, но уже не было прежнего томления Громадная, живая, вытягивалась и загибалась стихотворная строка На повороте сладко и жарко зажигалась рифма И тогда появлялась, как на стене, когда поднимаешься по лестнице со свечой Подвижная тень дальнейших строк Пьяные от итальянской музыки аллитерации От желания жить, от нового соблазна старых слов Хлад, брек, ветер Ничтожные бренные стихи, которые к сроку появления следующих неизбежно зачахнут Как зачахли одни за другими, все прежние записанные в черную тетрадь Но все равно, сейчас я верю восхитительным обещаниям еще не застывшего Еще вращающегося стиха Лицо мокро от слез, душа разрывается от счастья И я знаю, что это счастье лучшее, что есть на земле Берлин, 1934 или 1935 год